Привет! Как дела? Для тех, кто меня не знает, меня зовут Настя Мищенко. И сегодня я отмечаю свой 40-летний юбилей. Недавно я подсела на женский стендап и думаю, а дай я попробую отметить свой день рождения в этом стиле. Итак, поехали! Ну что, 40 лет вроде бы небольшая цифра, да? Но с другой стороны, уже полжизни пройдено. Как-то я смотрела фильм о том, как молодая девушка влюбилась в молодого человека и сказала своей 40-летней матери, которая, к несчастью, тоже влюбилась на тот момент, что тебе уже как бы о вечном думать надо. А мне тогда было где-то 35 лет. Я думаю, блин, 40 лет уже о вечном думать. Ну да, в принципе, в нашем обществе 40 лет уже бабушками некоторые становятся. Ну а так как я почти 10 лет прожила в Англии, для меня 40 лет – это только-только начало новой жизни, так как к 40 годам они только встают на ноги, покупают свой дом и начинают жить, жениться и рожать детей. И я так думаю, ну как бы о вечном-то я уже подумала, место на кладбище я уже купила. А так еще лет 40 можно и прожить. Ну а то, что было за эти 40 лет, я вам сегодня и расскажу. 40 лет, 40 фактов обо мне для тех, кому интересно. Итак, я родилась 7 декабря 1981 года в городе Тольятти, в простой, обычной советской семье. Мама была экономистом, отец инженером, и у меня уже был брат, которому на тот момент исполнилось 2 года. И все бы ничего, но 7 декабря 1981 года был понедельник. Ну, тут как в песне поется, видно, в понедельник их мама родила, что они не делают, не идут дела. Я невезучий человек. Сколько я не покупала в своей жизни лотерей, сколько я не начинала каких-то разных интересных проектов и дел. Но ничего мне просто так никогда не давалось. Казалось бы, поехала я в Лондон. У меня уже на тот момент там жил брат, и поэтому было намного легче, чем людям, у которых там никого нет. Но суть не в том. Я решила так же, как и брат, эмигрировать туда, потому что Лондон, для тех, кто не знает, это мой самый любимый город. Мне там всегда хорошо, легко и спокойно. То есть я там чувствую себя полностью счастливой. Но, казалось бы, по стопам моего брата, он приехал, отучился один год в университете, и потом 4 года отработал на разных работах по рабочей визе, тогда еще давали рабочие визы на любую работу, и получил вид на жительство, ну а затем и гражданство. В 2011 году я поехала делать тот же самый путь. Я поехала на курсы английского языка, отучилась там год, и тут бабахнул 2012-й. К власти пришла Тереза Мэйн, и все крылышки мне пообломала. Знаете, кого я больше всего не люблю в этой жизни? Да-да, именно этого человека. До этого, кстати, она была шефом хом-офиса, и тоже была против постоянного прибытия иммигрантов в Лондон. Но когда она стала премьер-министром, тут все, все ходы закрылись. Мало того, что нельзя было получить уже рабочую визу, не имея работы на 35 тысяч фунтов в год, а это, by the way, как говорят англичане, не каждому англичанину под силу получить такую работу. В среднем по аптеке они получают 18-20 тысяч, обычные работники, такие как я. Так еще и учиться можно было 8 лет. А я поехала туда на курсы английского языка, и потом постепенно стала продлевать свое обучение, чтобы там оставаться и попытаться дождаться перемены иммиграционных всяких законов и дел. И вот, отучившись в двух университетах, я закончила свой последний курс MBA. И так как учиться в Лондоне можно не более 8 лет, а все 8 лет я уже исчерпала, мне пришлось вернуться домой, в Россию. И знаете что? Именно после того, как я вернулась, ровно через 2 месяца объявили о том, что студентам, которые окончили университет в Великобритании, можно получить 2-годичную рабочую визу без каких-либо ограничений, без требуемой зарплаты в 35 тысяч фунтов и не из того списка работ, которые нужны в Великобритании. То есть я бы могла дотянуть до 10 лет проживания в Великобритании и остаться там навсегда. Но нет, судьба никогда не дает мне простых путей. Так что невезучее невезучее. Хотя все 8,5 лет, что я жила в Лондоне, я была очень счастлива, несмотря на все трагедии и сложности, которые я там проживала. Я была счастлива, что живу в том городе, где я хочу. И я не знаю, я не могу описать то состояние счастья, которое мне дарит Лондон. Но это мой город. Но, как говорится, что такое счастье? Для некоторых счастье просто быть здоровым. Так вот, не успела я родиться, как в 16 дней я загремела в инфекционку. И мама говорит, нянечки мимо проходили. Ну, видимо, думали, что я не слышу. Говорят, 16-дневную привезли, наверное, умрет. Не на то напали. Выжила, несмотря ни на что. Хотя кололи, конечно, антибиотиками. Всю пупу обкололи. Но, может быть, благодаря этим антибиотикам у меня сложилась хорошая иммунная система. Очень редко я болею всякими вирусами, гриппами и так далее. И, в принципе, недавно я ходила к врачу на полное обследование. Все более-менее в порядке. Но всю жизнь, практически до 40 лет, я мучилась прыщами. Наверное, это все-таки из-за антибиотиков или какой-то гормональный сбой. Не знаю, что и как. В общем, я постоянно их замазывала. И только сейчас, начиная с 35 лет, они постепенно стали уходить. И лицо стало более-менее чистое. Еще не все, но чистое. Так что и с лицом мне не везло всю мою молодость. Ну, что я могу сказать про свою фамилию? Мищенко – это типично украинская фамилия. Хотя по паспорту и я, и мои родители все русские. Но да, в корнях по отцовской линии у нас были украинцы. И всю жизнь я считала украинцев и русских одним народом. Ну, во времена СССР все перемешались. И всем было все равно, кто ты – белорус, русский или украинец. И сейчас то, что творится в нашей политике, я стараюсь не обращать просто на это внимание. Для меня всегда и везде любой человек, прежде всего, является человеком. И любой украинец для меня – это брат и товарищ. Но я не люблю лезть в политику. И все, что происходит сейчас между Украиной и Россией, я считаю, это политические игры. А народ остается по-прежнему дружным. Я на это надеюсь. Десять лет я росла в простой советской семье. Все было как у всех. Но в 1991 году случился путь, развал Советского Союза. Все полетело в Тартарары. Отец создал свой кооператив. У него начался бизнес. И, в принципе, все пошло как по маслу. Все было очень замечательно. Он перерабатывал землю с отвала. И она шла на строительство дорог. Благодаря этому наша семья стала богатой. У нас у первых со всего двора появился видеомагнитофон. И было всего две кассеты. Команда и Индиана Джонса «Храм судьбы». И весь двор приходил смотреть эти фильмы, эти два фильма к нам домой. Мы знали все реплики в наизусть. Мы все цитировали постоянно, везде и всюду. Но суть не в этом. Потом у нас появился первый компьютер. Знаете, еще такой через кассету, на магнитофоне программы «Фокал» и «Бэйсик». И мы там гоняли бетона. В общем, было интересно и здорово. С тех пор я, кстати, очень сильно дружусь с техникой. И все, что у меня ломается, я спокойно ремонтирую сама. Ну а что уж не могу, тогда несу или в утилизацию, или сдаю в ремонт. Затем у нас появилась первая дорогая машина «Девятка». До этого мы ездили на копейки. Потом у отца появилась, естественно, молодая «Фифа». И он ушел из семьи. Весь его бизнес полетел с горочки. Потом его вообще отжали. И денег мы так, в принципе, и не увидели. Только поначалу что-то у нас появилось в семье. И семья развалилась, как и весь Советский Союз, как и отцовский бизнес. Ну и, конечно же, после этого денег мы не видели от отца. Он вообще нам ничем практически не помогал. Единственное только возил нас на дачу. На машине, выходные. Мы все садились и ехали туда. Дачу я люблю с детства. Копать очень сильно люблю. Берешь лопату по весне и копаешь. Все пять соток копала в основном я. Это у меня был такой фитнес в детстве. Я, кстати, до сих пор люблю копать и вообще сажать. Все вот это вот помидорки, огурцы по 70-50 кустов, баклажаны, перец. Мы все это сажали, потом окучивали, потом поливали. Ничего же этого не было. Кстати, мы-то жили в Тольятти. Там был очень хороший такой чернозем и солнцепек. Мы в Питер-то как раз в основном из-за того, что палящее солнце организовалось в последнее время на Тольятти. Озоновые дыры какие-то эмигрировали в Питер. Поэтому, потому что на солнце мы очень сильно таяли. В общем, все росло даже как на Кубани. Неплохие такие помидоры огромные, такие кубанские вырастали. Бабушка приезжала с севера, в Кировской области она жила и говорила, «Боже мой, какие помидоры!» А у них вот такие вырастали, и то зеленые, и не спели. И клубнику мы ведрами собирали, и смородину. Все я знала. Потом, попозже, я, конечно, стала сажать цветочки, так как все появилось в магазинах, и, в принципе, дача нам не нужна. Но в те голодные времена только дача нас и кормила. От отца помощи не было, мама работала одна. А мне приходилось с братом следить за домом. Уборка, готовка, стирка, глажка, ну, это чуть-чуть попозже. Но вообще, да, с 10 лет мне пришлось стать взрослой. А дача у нас была хорошая. На берегу Волги, с видом на реку. Отец же туда строил дорогу, и ему председатель сказал, «Выбирай любой участок, который тебе приглянется, он твой». И он выбрал вот буквально там 100 метров до Волги. Очень красивая природа, все шикарно, но дачу пришлось продать впоследствии и оплатить мой курс в Англии. Ну, об этом я попозже расскажу. А так, дача, да, нас кормила, мы там все выращивали. И потом, когда отец перестал возить нас на машине, мы ездили на автобусе, нагрузишь так на себя опять ведер. В рюкзак два ведра, там яблок, ведро клубники, ведро огурцов. Все это тащишь на себе час до остановки, потом час в пути, потом еще все это. Основная моя работа была переработать. И все это нас потом кормило каждую зиму. У нас было очень много, там по 150 банок всего. Ну, что я рассказываю, все это пережили в постсоветское время. Конечно, сейчас дача в принципе не нужна, потому что все есть в магазине, и выращивать это стало накладно. Ну, как накладно? Мы, допустим, переехали в Петербург, и ездить на дачу в Тольятти из Петербурга уже стало ненужным. А платить за дачу приходилось, там, по-моему, 10 тысяч в год. И когда вот мне не хватало денег, на второй или третий курс английского языка, я же три года учила английский язык, но об этом чуть-чуть попозже расскажу. И вот я приехала в Петербург, и сама поехала в Тольятти и продала дачу. Она была оформлена, слава богу, на меня, и просто переписала. Знаете, за сколько я ее продала? Кусок земли 5 соток 100 тысяч рублей. Та-дам! 100 тысяч рублей — это вообще не деньги. Конечно, земля у нас очень дешевая. В Англии такой кусок, наверное, обошелся в миллион фунтов стерлингов. Это где-то 100 миллионов рублей. Представляете? У нас земля вообще не ценится. У нас у каждого есть какая-то дача, какой-то участок, огород, в деревне там у кого-то. Вот, думаю, может быть, снова прикупить какой-нибудь кусок земли. Но так как я еще не планирую осесть в Петербурге, и все еще, надеюсь, вернуться в Лондон, пока подождем землей. Ну вот, когда отец перестал нас возить на машине, это уже был тот момент, когда мы с братом рулили. Я села рулить в 14 лет, когда брат сломал ногу. То есть он ходил там полгода в гипсе, и отец в 14 лет посадил меня за рун. Ну, говорит, он не может, давай ты учись. Ну как посадил? Не в городе, конечно. А уже в деревне, через которую мы ездили на дачу. Я села и говорю, ну что, как? Он говорит, давай. Я говорю, что давать? Говорит, вот газ, вот тормоз, вот сцепление. Поехали. Я говорю, и? Говорит, ну что, включай первую передачу. Первую передачу я уже к тому моменту меня брат научил, умела включать. Ну, я включила. Говорит, нажимай на газ и сцепление. Я нажала. Говорит, а теперь потихонечку отпускай сцепление. Ну, я отпустила. Не потихонечку, правда, получилось. И рванула. Ну, все, нормально, еду такая. Говорит, давай переключай на второй. Я говорю, как? То есть, представляете, прямо буквально за рулем уже еду по дороге. Ну, слава богу, там немного машин было, но все равно еду по дороге, и не знаем, как переключить передачу. Ну, так вот. В 20 лет я уже сдала на права, и в 21 поехала сама в Кировскую область. Мы с мамой сели, я за рулем, она рядом, и она меня контролировала. Спина, конечно, палила ужасно. До Кирова и обратно, по-моему, 1600 километров я проехала. Были интересные случаи. Была у меня машина-четверка, тогда отец стал, и она была на дизельном топливе. О-о-о-о, как надо мной ржали на бензоправке. Я говорю, давайте мне дизеля, там, допустим, 40 литров. Они такие, девушка, вам точно дизель? Я говорю, ну да. Они говорят, ну, у вас же должен там быть 76 или 93, я уже не помню, какой тогда был бензин. Я говорю, нет, мне надо дизельное топливо. Я знаю, что моя машина дизельная. Они такие, ну-ну-ну, давай, зальем. Залили. Я закрываю бензобак, сажусь за руль и уезжаю. И вижу в окне заднего видения, что они вот так вот оба сидят, мужички на бензоправке, и смотрят, как это моя машина поехала на дизельном топливе. В общем, ну, с машинами у нас, конечно, всегда были интересные такие моменты, и проблем много было, и отец постоянно их ремонтировал, и постоянно что-то с ними происходило. Но он такой у нас раздолбай был немного. Знаете что? После того, как я приехала из Кирова, на следующий день у него полетело колесо прямо на трассе и говорит, слава богу, что это не случилось у вас во время вашего пути с мамой. Я такая, ничего себе, и это могло произойти у нас. Путешествовать я очень любила. Мы каждый год с родителями ездили на море, то в Краснодарский край, то в Крым. И тогда ещё было неважно, чей Крым наш или не наш. Тогда был Советский Союз, и Крым был общим. И так как мы путешествовали на машине, больше всего я любила смотреть в окно на проходящие мимо города, поля, луга, леса и так далее, на природу. Природу я очень люблю, и обзор того, что я видела из окна, было более важным для меня в пути, нежели конечная финальная точка. Ну, конечно, не обходилось ей без эксцессов. То у нас подшипник полетел, то бензин закончился, то собака выводилась в корольных лебёшечках, то ещё что-либо. Но в конечном итоге мы приезжали на море, там загорали, купались. Это всегда были какие-то деревушки. Я помню, пять лет подряд мы ездили в архивы Осиповку, в Геленджик, ну, какие-то такие, Алубка, Алушта, такие небольшие городочки. И вот когда ушёл отец, самым важным для меня вопросом было, а что же теперь будет с поездками? Мы теперь перестанем ездить на море? Спросила я у мамы. И тут она говорит, нет, я вам обещаю, ежегодно, каждое лето мы будем ездить на море. И слово своё сдержала. И я ей за это очень благодарна. Я обожаю море, и без моря, конечно, жить не могу. Конечно, нам пришлось уже в этот раз путешествовать на поездах, иногда мы летали на самолётах. Как-то изощрялись, умудрялись, копили, экономили. Кстати, экономия, ну, мама же у меня экономист, это моё всё. Благодаря этому я научилась жить экономно, тратить только на то, что нужно. И даже в Лондон мне удалось попасть благодаря этому. И задержаться там надолго только благодаря экономии. Ну, и некоторым другим моим качествам, которыми я обладаю, систематизация, планирование и так далее. Об этом тоже чуть-чуть попозже буду рассказывать. В итоге, да, каждый год мы ездили на море, и я очень счастлива, что в моей жизни ежегодно была хоть одна поездка куда-то. Вот мы выезжали. Кстати, сейчас по пандемии я вот уже с прошлого сентября ещё пока никуда не ездила. Вот в прошлый сентябрь в Карелию, в Москву в августе у нас ездили, и в Карелию, и никуда не уезжала. Уже ровный год. Представляете, какая у меня сейчас ломка? Никуда не ездила. Ну, я очень надеюсь, что эта пандемия когда-нибудь закончится, и мы рванём тогда везде, куда только можно. Сколько себя помню, я всегда любила слушать музыку и петь. Видимо, поэтому я пошла учиться в музыкальное училище. Ну, суть не в том. Суть в том, что те советские песни, вот ты сих пор услышишь где-нибудь, группа «Нана», «Евгений Осин», так приятно становится на душе, прямо плакать хочется, реально. А знаете, что русские слушают в Лондоне? Да-да-да, именно эти ретро-песни. Помню, рядом с домом моего брата, крыльцов-крыльцов, жил Литовец. И когда я приезжала к брату периодически, так слышала, что в его саду, где он жарит барбекю на выходные, звучит музыка. Одна-единственная песня. Видимо, у него кассета уже, наверное, заезженная была. Постоянная песня. «Я буду долго гнать велосипед». И как-то так приятно, вот где-то так вроде бы в отдаленности, но русская песня в Англии так приятно становилась. Помню, я крашу у брата в комнате стены, а у него комната выходила в его сад. А рядом с садом брата находился вот этот сад литовца, где он постоянно слушал эту музыку. Я что-то так устану, спина болит, прилягу на кровать, расслаблюсь и слышу. «Нарму цветов и подарю букет той девушке, которую люблю». И думаю, блин, как приятно. Вот такая вроде бы простая песня о стойко воспоминаниях, стойко какой-то горящей по этому ушедшему, утраченному в нашей жизни добру, счастью, вот этой вот стране, которую мы потеряли. В общем, ностальгия была даже не по родине, а по тому времени, которое уже ушло и, наверное, никогда не вернётся. Вот такие вот бывают истории из Англии.